В Карагандинской области создан неснижаемый запас лекарств. Представители проектного офиса СРРК «Далдык-Аланы» в Карагандинской области проверили склад СК «Фармация» на наличие в нем лекарств, необходимость которых может возникнуть в случае второй волны коронавируса. Подробнее далее. В нашу область отгружено 271 миллион тенге, отсвоено медицинскими организациями, то есть выдано пациентам, на сумму 6 миллионов. Остаток составляет 266 миллионов, которые хранятся на складах медицинских организаций. То есть делайте выводы. Последнее поступление товара на склад было 23 октября на сумму 55 миллионов тенге. Тут же препараты были направлены в медицинские организации области в соответствии с потребностью и графиком. На этом оперативном складе хранятся лекарственные средства, медицинские изделия для обеспечения населения по амбулаторному стационарному уровням и препараты, применяемые при коронавирусной инфекции. Лекарственные средства идут в полном объеме. Здесь нет запасов. Здесь приходит ежемесячный объем медорганизаций, который хранится не более одного месяца-полтора. Потому что объемы склада не позволяют хранить двух-шестимесячную. Для этого у нас есть хабы, которые находятся Астана, Шимкент, Ак-Тубе и Нур-Султан. Мы получаем непосредственно товар с хаба Нур-Султана. До пандемии на складе хранились лекарства, предназначенные больным в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи. С весны в этот список вошли препараты для лечения коронавирусной инфекции – антибиотики, антикоагулянты и противовирусные. Также на складе дистрибьютора хранится двухмесячный неснижаемый запас стабилизационного фонда, организованного Акиматом Карагандинской области. В случае необходимости стационары в первую очередь обеспечиваются лекарствами отсюда. Все помнят, как в пик заболеваемости ощущалась нехватка лекарств. Подобное стало уроком и ведется всесторонняя работа по недопущению. Если раньше СК «Фармация» отрабатывала вопросы заказа и поставок с медучреждениями напрямую и многое не контролировалось, то сейчас все согласовывается с управлением здравоохранения. Проблем с наличием лекарств и графиками поставок нет.